Здравствуйте, дорогие телезрители! И, конечно, я с удовольствием приветствую моих подписчиков на YouTube, на моем канале Голова Садовая Тетя Таня. И сегодняшняя тема – это тесто для пирожков. И самым главным действующим лицом в этом тесте будет творог, который вы по какой-то причине купили две пачки и не съели одну. И стоит он там уже, бедный, вот так в упаковке, неделю 200 грамм мучается, а вы не знаете, что с ним сделать, только выкинуть. Потому что он и так-то был кисловатый, а уже после такого стояния и противостояния с вами стал совсем вроде как не очень вкусный. Но у меня есть хороший рецепт, которым я пользуюсь на протяжении очень многих и многих лет. Рецепт простой. Вот посмотрите, пачка творога 200 грамм. Что для этого надо, для этих пирожков? Причем это очень быстро. А если вы сделаете загодя, то есть вчера, например, а сегодня вдруг неожиданно Новый год, и пришли гости, а у вас вроде как и поесть-то особо ничего нету, потому что дорогие гости все уже съели, и ваша задача будет заключаться в том, чтобы найти что-то в холодильнике и изобразить из тебя очень радушную и гостеприимную хозяйку, причем умеющую готовить. Посмотрите, творог действительно запах кисловатый. Ну, восстановить творог, конечно, можно, налив туда очень хороших жирных сливок. Ну, это нужно сделать с ночи, да вот с ночи, да. Утром творог будет просто замечательный. Но нам как раз нужно другое. Так, мы его размяли ложкой или вилкой, чтобы он стал поменьше. Протирать вот не надо. Я совершенно категорически против усложнения вот этой задачи кулинарной. Мы почему не любим готовить? Да потому что все, что мы видим, это невероятно дорого и невероятно сложно. Мое тесто для пирожков невероятно быстро и невероятно вкусно. Значит так, 200 грамм творога. Теперь стакан сметаны. Вот она. Сметана десяточка пойдет. Не надо напрягаться на какую-то особую там сметану. Здесь ровно стакан вылет. Значит, убираем. Для того, чтобы тесто было очень подъемным и пышным, а оно будет внутри влажным и желтеньким, это будет правда вкусно. Нам нужна соль, щепотка. Обязательно понадобится сода. Это где-то порядка чайной ложки, да? Но я делаю все руками. Привыкните к этому. И она погасится. Вы ее прямо на сметану посыпьте. А это центр мироздания. Кто от кого вообще произошел? Курица от яйца или яйцо от курицы? Вот вопрос философский. Но нам эта философия нужна вот здесь вот. И вот так. Только без шкурок белых, иначе это все будет испорчено. Значит, все яйцо разбито. Практически все введено, кроме муки. Но муку будем подсыпать как бы достаточно медленно, чтобы у нас была масса такая хорошая, промешанная. И чтобы сода погасилась, и чтобы соль разошлась. Ну и яйцо тем более. Значит, творог, сметана, соль, сода, яйцо тщательно перемешано. И делайте всегда быстро. И всегда в одну сторону. Это золотые правила, которые вы должны знать. Почему быстро? Да потому что нельзя нагревать продукты, а они начинают вести себя совершенно по-другому. Это у нас мука. Она просеяна. Специальная кружечка у меня есть такая волшебная. И нам нужно как можно больше воздуха в муке. Обязательно. Муку просеивайте всегда, чтобы вы не делали. Даже если вам нужна пара ложек. Потому что эффект будет другой. Состояние теста будет другое. И мы потихонечку начнем прибавлять муку. Ну, в принципе, здесь нужно пара стаканов. Но боюсь, что, знаете, разные сметана жирности у вас и у меня. Разное, например, там творог, жирности. И от этого зависит количество муки, которое мы вмешаем. Сказать, кстати, если это такое изделие из муки, пекарное, скажем, то можно, в принципе, придерживаться рецепта. А вот если это рецепт кондитерский, если это печенье, торт, крем, там помадка, вытяжка какая-то, там все по граммам, на весах. И мы столкнемся и с таким рецептом. И все это нужно будет вывешивать. Но опять повторяю, мои рецепты просты, понятны и доступны. И при этом они вкусны. Кстати, тесто для пирожков, которое я делаю, оно, конечно же, предназначено для любой начинки. Если это будет у вас варенье, не забудьте ввести в варенье. Ну, примерно на стакан варенья, ну, хорошую чайную ложку крахмала, белого, чистого, тоже просеянного. Зачем? А для того, чтобы варенье при термической обработке не потекло, а схватилось и было немножечко как желе. И это правильное будет решение. Знаете, когда смотрю программу кулинарные, и лопаточки-то у них силиконовые, и коврики силиконовые, и прихваточки силиконовые. А мы вот так, в тазике, по-простому. Ну, хотела бы я посоревноваться с некоторыми из них, чтобы посмотреть, каков же будет результат. И стоит ли покупать такой дорогой коврик, ну, не знаю. Обходиться можно тем, что есть дома и доска деревянная замечательная, и пергаментную бумагу никто не отменял, и фольгу, и это тоже все дает хороший эффект неприлипания. Ну, вот тесто стало уже таким управляемым. Я сейчас сниму с ложки все, что тут прилипло. Мне это уже не надо. А теперь я вымешиваю это все руками. А вот как правильно сказать, домесю или домешу? Руками тесто чувствую прям такое податливое, но уже почти не липнет. И это очень хороший признак. Вот в таком состоянии вымешанное тесто, ну, быстро и тщательно, понимаете, всегда так, оно останется в холодильнике либо на 2 часа, это обязательно, либо до завтра, если в морозилке, на 3 месяца. Можете доставать и потихонечку там отламывать или разделить на колобки и печь себе лепешечки утром или пирожки. Лепешки можно с медом, с вареньем, с маслом, с чем угодно. Руки помыты, пакет в руках, и мы это тесто сейчас уберем в пакет и уберем в холод. Если нужно очень быстро, тогда в морозилку. Ну, примерно 20-30 минут в морозилке. Это будет то охлаждение, которое нам нужно для того, чтобы уже испечь какие-то изделия. Пирожки, например, или лепешки. Сделайте вот так. Потоньше его по пакету раскатайте, чтобы охлаждение прошло гораздо быстрее. И в морозилку. Наше тесто готово. Оно приехало из... Сначала в морозилке полежало, а потом немножко в холодильнике. Да, к пакету оно подлипает. Ну, это уже, знаете, не так важно. Главное, что процесс сделан правильно. Сейчас мы его немножко, немножко мукой. Не старайтесь сделать так, чтобы оно совсем не липло, и вам было очень удобно разделывать его. Нет, не в этом смысл этого теста. Все, что мы в него положили, оно все направлено на то, чтобы, попав в горячее масло, создать объем, подняться, и внутри будут дырки такого нежного, такого влажного, такого приятного на языке теста, который будет оболочкой для начинки, например, капусты. Так вот, капусту помните, как мы делали, да? Обжариваем слегка лучок, пассируем, потом слегка капусту к лучку, к этому, к луку. Значит, а потом мы аккуратненько, когда капуста почти готова, и все время перемешиваем это, мы обязательно введем туда яйцо сырое, и все перемешаем. Соль, перец, черный, душистый, начинка готова. Всегда помните, что начинку перед тем, как заделать в тесто, вы должны попробовать, понимаете? Иначе вдруг соль уйдет в тесто, и тогда она станет безвкусной. Ну, пирожки будем делать не очень большие, не очень маленькие. Попробуем вот с такого размера, да? Примерно так. Обычные пирожки по форме, но только очень быстро, нам надо, чтобы тесто не нагрелось. И если у вас в комнате жарко в кухне, откройте форточку, пожалуйста. Это касается не только такого теста, а еще и песочного, например. Я буду делать все руками. У меня нет раскаточной этой каталки. Как это она называется? Я забыла, господи, боже мой. Скалка, спасибо. Спасибо, оператор подсказал, чтобы вообще ничего не вспомнила. Поэтому вы должны знать, что если вдруг руки стали горячими, пойдите остудите под холодной водой свои руки, чтобы не нагреть тесто. Так, а нам нужно сделать, поскольку мы сейчас очень быстро процесс пойдет, налить масло в сковородку и включить плиту. Масла нужно достаточно много, потому что пирожки должны все-таки не прилипать ко дну, а немножко плавать. Для того, чтобы им было куда подняться, нужно расстояние. И я быстро, очень быстро начинаю лепить пирожки. Вы же знаете, как это просто, да? Это тесто несколько особенно еще и тем, что залепить, ну, иногда не очень просто. Постарайтесь. Хотя это капуста, и страшного ничего нет. Это же не варенье, которое может подтечь. Если это будут у вас с вареньем пироги, с джемом, тогда старательно защипывайте, да? Попробуйте немножко фигурно это сделать. И когда вы будете класть на сковородку свой пирожок, всегда первое швом вниз. Запомнили? Вы вообще молодцы. Я извиняюсь, но у нас уже масло. Сейчас мы его перекалим. Вот сейчас доделываю пирожок и рассказываю, что такое перекалить масло. Перекалить масло, это не значит довести его до синего дыма. Нет. Это когда над поверхностью сковородки, а я вижу сковороду, вот она стоит напротив меня, когда над поверхностью сковородки поднимается такой отрывистый белый порог. И все. Это значит перекаливание состоялось, это масло уже гореть не будет. Ваши продукты, которые вы будете обжаривать, пряжить, там тушить, гореть не будут. И это очень важно. И будет только все румяненькое и красивенькое. Так, посмотрите, масло уже нагрелось, белый порог появился. А теперь, положив их на ладошку, прижмите их, сделайте их как можно больше и как можно тоньше. Понимаете, в чем смысл? Тесто особенное. Ну, вот как-то так, да. Сейчас я сброшу остальные. И посмотрите, как они увеличиваются в объеме. Видите? Вот чем хорошо это тесто. И творог спасли, и получим изделия очень красивые и очень даже вкусные. А теперь нам нужно некоторые из них перевернуть, потому что они уже зарумянились. Смотрите, какие хорошенькие. Колер на них просто замечательного цвета. Конечно, такие пирожки нужно сразу подавать на стол. Через 5 минут они остынут, и это будет просто сказка. Ну, вот посмотрите, они не такие уж и маленькие получились, как я их делала, потому что тесто его прямо вот разнесло от горячего масла, и оно наполнилось воздухом, радостью и вкуснотищей. Будем надеяться, что эти уже готовы. Все убираем их. Ну, обязательно отсаживаем на салфетку, потому что лишнее масло должно впитаться, оно нам ни к чему. Может, оно и полезное для кого-то, а для нас не очень. Поэтому вот так это будет выглядеть, и все остальные пирожки будут там же. Вы должны понимать, когда печете пирожки, если вы берете пирожок лопаткой или вилками, и он легкий, значит, тесто пропеклось. А если он все-таки тяжеловат, значит, тесто не пропеклось, оно клеклое. Мы перевернем вот так еще разок. Этот на срединку, и этот подвинем поближе. Сейчас три пирожка допекутся, и я приглашаю вас на чаепитие. Посмотрите, какие они красивенькие. Они еще и хрустят, а внутри капуста, она сладковата, и яйцо ей такое нежность придало, что придало, то есть, простите, что вы просто пальчики оближите. И на это у вас уйдет, если вы тесто вчера сделали, ну, минут 15-20 максимум. А я вас очень люблю. Всего доброго вам и до свидания. И с наступающим Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова